всем привет сегодня пройдем заточку на точилке blitz используя новые цельнофрезерованные зажимы поступает много вопросов чем же они отличаются от стальных в этих зажимах мы кардинально изменили конструкцию для лучшей фиксации клинка обратите внимание не стоит их перетягивать а зажатие происходит до параллельности губок чтобы не было зазора между клинком и самой губкой сейчас я продемонстрирую фиксацию клинка как видите зажимы надежно удерживают нож и он не выпадает ни в коем случае не повторяйте это дома в этих зажимах не срывает резьбу то есть специально проводили тесты на срыв резьбы можно спокойно зажимать ножи с толщиной обуха до 4 с половиной миллиметров и также еще один момент эти зажимы не подвержены коррозии то есть не зажимы не рамка у нас не подвержены ржавчине у зажимов есть несколько вариантов расположения на рамке и они зависят от длины и геометрии клинка рассмотрим положение для длинных клинков располагаем зажимы на краях рамки сейчас они у меня конечно не прикручены я продемонстрирую на кухонном ноже вот примерно так они должны располагаться далее рассмотрим ножи чуть покороче если же они имеют шпенек то их необходимо располагать таким образом чтобы шпенек не мешал нам проточки пятки в нашем случае если сдвинуть один зажим ближе к центру то мы сможем зажать этот нож и спокойно проточить если ножи имеют сильно загнутую форму кончика типа пчака то кончик естественно необходимо отводить чуть дальше от центра для того чтобы не расширять подвод на самом кончике ну и рассмотрим наш вариант короткий клинок его можно проточить сдвинув оба зажима ближе к центру либо же расположив оба зажима на корею рамки точить мы сегодня будем нож фирмы сок называется он терминус xr сделан из стали d2 твердостью порядка 60 с порог его с криво обработкой длина клинка 75 миллиметров толщина обуха два с половиной миллиметра для заточки мы будем использовать камни барайт серии писи и будем использовать их с жидкостью барилюб нож сейчас у нас подтуплен где то он не режет он и рвет задача заточить в тот же самый угол не расширяя подвода замерим показания на устройстве без до заточки 156 грамм зажимаем его до тех пор пока губки не будут параллельны и расстояние между губкой и клинком у нас быть не должно также важно не перетянуть губку чтобы они не разжимались в обратную сторону зажимы в самой точилке мы расположили по центру таким образом чтобы нам было удобно проточить весь клинок и чтобы шпенек во время с точки нам не мешал сейчас мы наносим маркер на подвод ножа ориентируясь на след от абразивного камня будем дать в угол заточки нанесли барилюб на камень начали с 320 попадаем в угол заточки так вот мы попали в угол заточки маркер у нас снимается полностью скажу что это примерно 40 градусов также угол заточки ножа можно выбрать ориентируясь на шкалу нанесенную на корпус точилки первое значение это филейные ножи от 8 до 13 градусов далее идут кухонные ножи это 13 18 градусов охотничьи и еди си ножи 18 22 градуса как в нашем случае и дальше уже идут рубящие углы это 22 25 градусов шкала дает примерные значения которые также указаны в инструкции но наиболее точное соответствие углов будет при вылете ножа от края губок на 17 миллиметров и выставленном компенсаторе толщины абразива соответствии с толщиной камня и приступаем к бирке до появления заусенца на обратной стороне камни барает серии писи у нас помягче чем камни серии 32 работают они быстрее в том числе по твердым сталем после того как у нас начал образовываться заусенец обратной стороны можно перевернуть нож так ну закончил наконец с обдиркой на самом деле пришлось с этим ножом немножко повозиться все таки заводская заточка за . ручная на гриндере и углы между сторонами значительно плавали то есть проточил одну сторону все нормально перешел на другую сторону и оказалось что угол совсем другой так сейчас переходим на камень 600 будем уже уменьшать резко визуально я создал одинаковый подвод по ширине вышел на заусенец такие сейчас прямо по заусенцу уменьшаю риск ну и также чтобы не завалить кончик ножа придерживайте пальцы почувствовали что вышел на заусенец меняем камень будем переходить на 900 выбрать писи угол оставляем прежним ко мне и так и буду достаточно быстро так перейдем на последний камень у нас будет баррайт писи 1200 подвод у нас уже начинает зеркально блестеть ну и сейчас самое главное хорошо снять заусенец произведем тест остроты после заточки 34 грамма ну и классический тест на газете наш отлично справляется после заточки мы получили одинаковый угол с обоих сторон а также тонкий зеркальный равномерный подвод ссылка на зажимы и камни будет в описании к этому видео подписан наш канал ставьте лайки вступать в нашу группу вконтакте